Ты знаешь, старичок, я очень долго думал, наконец-то решился. Я хочу попробовать осуществить свою давнюю мечту. Но я хочу доказать всем, что простой любитель в хоккее может составить конкуренцию настоящему профессионалу. Я Стас Ярушин, бросаю вызов в артарю номер один всего мира по моей версии Сергею Бобровскому. Сергей, я бросаю тебе 10 буллитов. Если из 10 буллитов я забиваю 2, то следующие матчи в Национальной хоккейной лиге ты играешь в шлеме, ненаписанный Ирушин лучший. Если я не забиваю 2 буллита, то в следующей неделе после нашего вызова я хожу в майке с твоей фотографией, ненаписанный Бобровский номер один. Я жду от тебя ответа, господин Бобровский. Ну, а мне остается только одно. Начинать тренироваться. Все же думают, что я сын олигарха и мне должны машину кто-то чистить. Да, 8% россиян думают, что мне... Смотри, а кто-то подготавливает машину. Вот, видимо, что-то еще мне показалось. Ну, сели в машину. Поехали. Короче, мы идем сейчас ухаживать за собой. Мы идем в культуру маникюра, которая построила, можно сказать, своими силами, своими маленькими ручонками. Протляшается замечательная актриса, красавица Аня Хилькевич. Судия маникюра Анна Хилькевича. Заходите, друзья. Где мы? Правильно, снова в машине. Прекрасная московская погода. Утро. Я выспавшийся. Ну, как говорят у нас на Урале, за базар надо отвечать, коли уж я бросил вызов вратарю Национальной Хоккейной Лиги и команде. Коламбас, Блю Джекет, Сергею Бобровскому вызов. Надо ехать тренироваться, надо понимать, что происходит. Сейчас мы едем на тренировку к хоккейному клубу «Спартак». Это уникальная возможность побыть профессионалами рядом. Прекрасная московская погода. Я сумасшедший, вы можете над мной смеяться. Я бросил вызов Сереге Бобровскому, что я забью ему из 10-2 буллитов. И сегодня я, наверное, уже посоревнуюсь. Я Тёме тогда бросил вызов сегодня из 5-5 буллитов. Допустим, я без мала. Я очень быстро могу переодеваться в хоккейную форму. Смотрите. Оп. Через час я буду красивым. Красивее некуда. И надо было после этих слов пролить на себя чашку кожу. Я просто в последнее время стал играть в хоккей много. А там немножко всё подсыхает, начинает задираться. Да, не переживай. Поэтому у меня, да, вот в хоккей чуть в перчаточках поиграешь, и на катки сразу себя... А нам же надо выглядеть-то хорошо на теле, понимаете? Конечно. Подруга моя приехала. Ура! Ура! Приехал! Это влог Юрушина. Уже начинается. Скоро в Ютубе, друзья, смотрите обязательно на нашем ченнеле. А ты исследователь? Он исследователь. Я исследователь. У меня сейчас свой влог. Нет, влога нет. Инстаграм, только аккаунт, и всё. Короче. Инстаграм, аккаунт, всеми спешлайкам. Если вы не понимаете... Угу. Вы представляете себе. Это больше, чем у меня, вот реально. Он красавчик, он знает, как делать хайп в этом мире. Стас, мы с тобой как бы чуть постарше. Здорово? Как так. Тяжело очень. Я играл в Челябинске до 17 лет в школе хоккейной и поступил в институт, как хоккеист не сложилось. То, что сегодня здесь творит Спартак, скорости дикий, не успевает, не соображает, что происходит. За первые 15 минут я уже хоккейным термином, говоря, уже наелся. Ну, реально Бобровскому из 10-2 мне забить? Мне кажется нереально, мне страшно даже в этом подумать. Коллеги! Ну, это же реально. Стас, мне тяжело забить Бобровскому. Я сейчас правда, я хочу, я просто... Я не могу уже назад дать хода. Разве я сказал тебе... Тяжело. Надо тебе постараться сильно будет. Я сделаю из 10-2, я тебе все... Он сказал, ну, давай, не вопрос, поработай. Сегодня поработаем, поработаем... Видишь, какие-то фишечки можно... Над тем моментом, да, который можно использовать. Даже Бобровскому. Если все получится, забьешь. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я после тренировки все-таки хочу попробовать сегодня Артема Вородина по булитам обыграть. Хотя это вряд ли у нас. Нет, я обыграю сегодня Артема Вородина по булитам, понятно? Редкий случай, но очень приятный. Папа идет за своими детишками в садик. Папа не опоздал, на улице есть снегопад. Сначала мы зайдем к маленькому малышу. Сначала мы зайдем к старшенькому малышу. И... Стефи! Привет, Любовь. Привет. Как дела? Хорошо. Одевайся, я пошел за Ярославом. Хорошо. Мы гулять пойдем? Да. Вот там покатаемся? Да. За домом? Да. Круто. А тут у нас Ярославчик. Здравствуйте. Вот он, он не видит папу еще. Эй, мэн. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Всем привет, передай. У меня просто футболка намочилась. Футболка намочилась? Футболка намочилась? Почему намочилась? Не знаю. А у кого футболку отобрал? У Вани. У Вани? Смотри, вот у тебя 174 тысячи подписчиков. Да. Сколько ты выложил фотографий? Покажи мне. Фотография уже 187. Ну, так это нормально. Да. Потому что у некоторых есть 184 подписчика, а выложено уже по 3000 фотографий. Ну вот, смотри, как у меня, видишь? А чем ты берешь аудиторию? Лицом своим смазливым. И все? И все. Все, смотри. С смазливым лицом. И вот, видишь, пошло. Мне, знаешь, мне нравятся искренние люди, которые говорят, а что смазливым лицом своим берем? И все, по Челябинску. И все, да? Ты, ну, знаешь, ты не из Питера. Вот мы из Челябинска всю правду всегда говорим. Ну, так оно ими. Ну, красавчик, смотрите. Искренние люди, на самом деле. Конечно, конечно. Хотя, ну, зато у меня, да. Много девчонок пишут в Директ. Очень. Ты не женат? Нет. И девушке не дают? Нет. Две у тебя-то. Две? Две. Они еще борются сейчас. У нас, да, борьба идет. Ну, это как бы интересно. Слушай, ну, я так понимаю, что я сижу с будущей звездой и... Ляд, можно я эту с будущей звездой обсужу? Да. Ты можешь загадать тебе это желание между двумя настоящими звездами? Нет. Две лучшие звезды против будущего. Бабы, лучшие звезды против будущего. Две старые, две старые никому не нужные звезды. Две старые, никому не нужные звезды. Что это? Это про класс. Че это? Сегодня не приехали, поэтому остались нужные звезды. У меня мандраж возьмет, если я бороться в гоба выйду. У меня мандраж, я куда? Вратарь, он здоровый может быть встанет. Национальный хоккейный лиг. И тем более, играл в Бостон, кстати, Саня, играл в Бостон. Национальный хоккейный лиг. Пойдем, пойдемте со мной, старичок. Здесь же Димка Калинин. Земелья мой накручивает велик. Готовься, готовься. Готовься. Слушай, я вызов бросил Сергею Бобровскому, что я из десяти забью ему два булита. Ты как профессионал, игравший в национальной хоккейной лиге, играл с Бобровским в одной команде. Против него, я помню, играл и не играл. Ну, мне реально или нереально? Я хочу подготовиться. Да. Очень реально. Реально? Слушай, а можешь мне вообще не бить. Глаза за кровью бросать. Глаза за кровью. Мне все говорят, что реально. Может, тогда вообще не бросать? Боб, может, мы закончим с тобой эту тему до того, как я выйду на лед? Ох ты, это что такое? Это... О! Это новые технологии? Да, девчонки. Нифига, я сам за меня знаю. Я сейчас ремонт дома делаю, я баню сейчас туалет показываю, там у меня внутренний передергивает все, потому что я знаю, сколько это все стоит. Ну что, поговорим? Поговорим. А что, ну реально мы... Мы пойдем в кабинет. Так, подожди. Мы там в кабинет. Мы там в кабинете. Слушай, а никто никогда интервью ни у кого не брал в туалете? Мы же можем с тобой поговорить? Я не туда пойду. По привычке сейчас как? Ну, правда. Я просто знаю, что я не знаю. Мы, конечно, с тобой смеемся всегда. Мы же не можем с тобой на серьезной теме разговаривать. Ну, мне просто реально хотелось бы у тебя спросить. Там несколько... Задать тебе несколько вопросов. Давай, тогда заходи в кабинет. Пойдемте здесь. Ну, давай поболтаем. Я сюда в гости. Я поражаюсь. На самом деле, я поражаюсь. Вот сейчас серьезно. Находясь постоянно вместе на съемочной площадке, я уже говорил, мы чаще друг друга едем, чем свои семьи. Мы все время смеемся, мы все время ржем. Даже юмор бывает не для камеры. Мы тоже хайпить умеем. Че уж там вот эти сладкие ребята. Мы тоже хайпить умеем. У нас свой крутой хайп. Просто мы его не рассказываем. Да. Нет, ну а что? Я знаешь, что я хочу сказать? Реально, вот если у нас серьезно получится сейчас хотя бы чуть-чуть. Ну, давай, давай, давай. Я вот хочу тебе искренне сказать, что ты большая молодец. Я горжусь. Вот кто мне иной раз спрашивает на улицах, а как вы там с девчонками, с мальчишками из сериала «Универ» общаетесь? Первое, про кого я рассказываю, рад, прости, это про Михелькевич. Потому что, ну, это реально труд-труд-труд-трудоспособная, трудолюбивая девчонка. Человек, который все успевает. Человек, который успел родить в помежутках между девчонками сериала «Универ». Человек, который постоянно ведет свою работу. Постоянно на телефоне. Постоянно думает о будущем. Это круто. Сейчас этот человек открыл салон культуры маникюра Анны Хелькевич. Почему вот культура... Ну, я думаю, что это твое. Что именно? Почему именно вот этот бизнес? А, слушай, ну я много всего пробовала уже. Я знаю, что ты много пробовала. Я решила одежду, и это не мое. И с победной детства у меня, я тоже понимаю, что это тяжелое, не мое. Тяжелый бизнес. А вот сфера услуг, это прямо вот... Я кайфую. Я действительно понимаю, я понимаю, как это все должно быть. И мы это делали... У нас это давно уже, эта идея мы сможем... Ну да. Да, у нас давно уже эта идея зрела, и много приходило с этих разных предложений. Типа создать бизнес под моим именем. Но я не готова жертвовать своим именем. Непонятно, что я получу в итоге. Люблю очки на самом деле носить. Объясню почему. Мы недавно в аэропорт с Ратом Кесчаным поехали. В аэропорту. Его замучили фотографией, меня нет, потому что не могли в очках узнать. Говорит, дай очки. Я говорю, тебе бесполезно, Арн, но тебя выдает постоянно эта история. Пошли, 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 пошли. Let's go, guys. Мы пойдем на ту горку. На горку? Ну, пойдем туда немножко, полчаса. Да. На полчаса пойдем? Да. Так, да, побежали, братва. Папа, ты слышишь, мне сказали, что это моя другая тоже была выбрана, что ли? Офигительно. Папа. Да, малыш мой. А ты умеешь играть в зайчика? Я в зайчика, конечно, умею играть. Я вот, когда с мамой познакомился, я в зайчика играл с мамой. После этого появились вы. Помочь? Давайте, может, я тоже толкну. Мама таскает еще один баб в машину. Еще раз. Помочь? Да. Я, беги, помогаю. Я, беги, помогаю. Я поскользнулся. Так, а если я вас сейчас снег покидаю, это будет интересно? Да. Офиг, стеша, сама упала. Опа. И руками так, ой, тёх, 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 тёх. Я плыву. Беззубыш, беззубыш. Тише. Стеша Овечкин. Тише. У хоккеистов есть традиции такие, после тренировок играть на буллиты, кто проигрывает, тот несет. Оглюшки, шлема, перчатки, все раздевалки. Я думаю, что это буду я. Начинаем! Поехали! Боб, ты понимаешь, что тебе должно быть страшно уже? Вообще, как ты считаешь, мужчины должны с собой сидеть? Хотелось бы, чтобы мужчины, да. А ты считаешь, вот некоторые, знаешь, там, ломаются, мужчина, я вот делаю муникюр и педикюр, я этого не стремаюсь, это кофе. Мне надо, понятно, работать. В солярий мужчина должен ходить или в солярий ходят только люди нетрадиционной сексуальной ориентации? Гомосяшки, лукаши, лукавеньки, черепашонки или мужики тоже могут ходить? Продолжай, давай посыграем в эту игру. Давай, как их можно назвать? Мы не хотим никого. Мам, отключай меня. А кто тебе шарф подарил такой хоккейный красивый? Эй. Кто? Крестный Леша. Твой крестный Леша? Да. А кто твой крестный Леша? Комментатор? Не знаю. Да, комментатор, хоккеист. Я так получилось случайно здесь нахожусь с Кириллом Капризовым. Капризов, Гусев, ходит шайба. Но пока немцы все перекрывают! Кирилл Капризов! Ух! Выиграли. 4 на 3. Пацаны, у меня вопрос такой. Я реально, реально недавно бросил вызов Бобровскому. Я понимаю, что я любитель абсолютно, но я как парень из Челябинска сказал, из своих слов уже обратно не возьму. В любом случае надо зарубаться. Короче, я Бобровскому сказал, что я ему забью из десяти два булита. Вот скажи мне, Кира, это реально? Нет, ну а что? Почему нет? А ты видел, как я в хоккей играю, нет? Да, видел. На видео только. Ну понятно. Ну то есть, реально шанс какой-то есть? Ну а что? Просто я понимаю, что один забить, это там, ну какую-то там, да, как-то заговорять там, это можно. Да нет, можно попробовать. Но если Боб соберется, то я думаю, на обряд. Если Боб соберется и уйдет с ворот, это нормально будет? Нет, нет, нет. Ну тяжело, Боб, тяжело. Тяжело? Хотелось бы сказать огромное спасибо хоккейному клубу «Спартак», что дали возможность потренироваться, проверить свои силы. Насколько любитель хуже профессиональных хоккеистов. Спасибо огромное «Спартаку», спасибо огромному Вадиму Сергеевичу. И по чинству желаю только удачи и успехов в будущем сезоне. А мы будем дальше готовиться к Бобровскому и будем тренироваться. Стасевич, привет. Слушай, тут до меня дошли слухи, что ты грозишься голым не забить на булитах? И не один, а целых два? Слушай, это, конечно, уверенное заявление такое. Как ты собираешься это осуществить? Чё будешь? С кем договариваться, с кем работать? В принципе, это уже не моё дело. Твой вызов принимается. Тренируйся, готовься и держи в голове, что шансов у тебя нет. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Серьёзно? Серьёзно? Серьёзно. Просто у меня есть знакомый, который смотрит «Универ», потом устают смотреть, потом опять приходит к нему обратно. Я вот недавно размышлял на эту тему, мне интересно с тобой поговорить. Мне кажется, вот таких персонажей, как… Не, я, правильно сказать, наверное, мне кажется, вот актёров сериала «Универ», я ни в коем случае не выпендриваюсь, я сижу, да, ничего не… Мне кажется, их всё уже будет знать вечно. Не только так. У меня такое ощущение, это клинно. Но это стрёмно, наверное. Почему? Я в коем случае. Почему стрёмно? У тебя есть какой-то образ. Ну? Да? Какой-то. У меня образ Антона Мартынова, я сын олигарха. Все думают, что я богач, я мега богач. Ну, это даже круто. Все думают на улицах, что я не… Снег – это я вот покупаю для Москвы, все думают. Ну, так почему? Это же круто. Ну, а почему круто-то? Ну, я же не богач в жизни, я обычный рядовой человек. У меня… Ну, мне бывает ситуация, у меня нет денег. Реально? У меня не бывает, нет денег. А все думают, что богач. Все же думают, что вообще актёры особенно известны, они же просто мега капусты. Гребут лопатой. Что-то я с тобой развязываю. Я считаю, что на самом деле счастье – это не деньги. В общем, все. Что? Это приходящее и уходящее. Сука, счастье в твоих лайках, сука. Понял? В чем счастье твое? Смотрите, с третьего периода чужу смотрю. Гол! Играет музыка. М, 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 м! Первый, два, три, два. Эй, мэннн. Я с головы и стас я рушу. Будет называться «Газюша». Спасибо. Можно посмотреть на Ютубе оба канала. Оба канала. It's the band cup. Не бей до конца, до конца, нет, до конца! Тебя унесет нахуй! Я тебя поздравляю с дебютом. Спасибо. Фанат Манчестер Юнайтед, фанат футбола. Спрошу у него, что он думает по поводу моей хоккейной баталии. Рад. Я бросил вызов Сереже Бобровскому, вратарю, что я заброшу ему из десяти два буллита. Скажи, пожалуйста, это реально или нет? Ты Бобровскому два буллита? Да. Ты ему быстрее два раза... И это один из лучших друзей.